доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды продолжаем разбирать фундаментальные события влияющие на динамику финансовых инструментов что мы видим на рынках в моменте то что рисковые инструменты после достигнутых своего рода донных уровней еще на прошлой неделе продолжают восстанавливаться да с точки зрения фундамента есть причина можно ее связать с тем что происходит с долларом которого сейчас активно сбрасывают но если среди вас друзья есть покупатели которые считают что вот он долгожданный разворот который впоследствии придет к новым восходящим трендом я вам советую еще раз оценить перспективы рисковых инструментов взвесить все за и против осознать глобальные риски и уже дать ответ самим о себе действительно ли на таком фундаменте вы считаете что риска есть возможность продолжить восходящее движение целом я хочу отметить что не стоит скажем так говорить глоб пока не перепрыгнули еще не вечер и рисковые активы окажутся гораздо ниже текущих значений потому что все те риски которые мы ранее обсуждали никуда не делись а находится где-то рядом не в 61 69 друзья уверен то что на бренд WTI будет оказывать давление дальше перспектива замедления мирового экономического роста мы говорили очень много про отдельные страны я отмечал там китай еврозону слабо статистику у нас понедельник вышел целый блок статистики по производственному сектору а сша как вы помните данные ну хуже некуда по-другому никак не скажешь две оценки более объективная см который указал на минимальное значение активности в производственном секторе американской экономики за последние три года по версии market статистика еще хуже там активность производственного сектора была зафиксирована на минимуме за последние 10 лет разве это не повод задуматься о той же самой рецессии которую прогнозируют и прочь многие аналитики эксперты я в принципе придерживаюсь мнения того что не за горами очень трудные времена помимо того что мы говорим про статистику слабую ключевых регионов мира мы не упускаем из внимания торговые риски отношения сша китая что в целом и оказывает еще большее давление на экономику и провоцирует скажем негативные ожидания потому что будет со спросом у нас статистика непосредственно еще есть который касается рынка нефти мы следим за запасами которые на протяжении последних двух недель выступали очень хорошим катализатором для оснижения цены нефти сейчас у нас очень хорошая прелюдия друзья перед выходом сегодня специальных данных от администрации натической информации отчет будет 17 30 а прелюдия в виде данных от api в соответствии с которым и запасы нефти и запасы бензина выросли что конечно же не вяжется с текущей тенденцией которые мы привыкли в летний сезон повышенного спроса на топливо со стороны авто мобилистов соответственно друзья если и сегодня освоить данные со знаком плюс я уверен то что котировки снова пойдут ниже интересно будет посмотреть за уровнем производства нефти в сша по итогам уже последние недели потому что две недели назад мы с вами вместе с прочими статистиками скажем так зафиксировали очередной рекордный максимум по добыче в 12 3 миллиона всемирный банк вчера пересмотрел прогнозы по экономическому росту на 2019 год с 2 и 9 процентов до 2 и 6 в общем друзья все складывается в пользу того что нефть будет и дальше терять доллар иена 108 07 я также призываю держать короткие позиции потому что мы ставим и на торговые конфликты и на замедление мирового экономического роста и на высокую вероятность рецессии в штатах тем более что очень актуальные свежие скажем так к сигналы слабой макроэкономической конъюнктуры в виде данных аэсэм и маркет по производственному сектору и собственно у нас сегодня в 1700 возможно даже еще более важных показатель индикатор состоянии экономики развитого рынка это данные с уже в сфере услуга ну что-то подсказывает мне что точно такие же слабые цифры что и по пром сектору мы зафиксируем и в другой отрасли американской экономики также сегодня 1515 отчет депи репетиции перед non-farm peril с очень важные данные официальные уйду уйдут у нас на пятницу там будем следить за темпами роста заработных плах но сегодня в целом можем оценить динамику роста новых рабочих мест и все равно я возлагаю надежду на то что короткая позиция будет в приоритете потому что сейчас судя по всему доллары начали активно сбрасывать на основании того что слабые цифры являются гарантом того решения от федрезерва которая будет предполагать снижение процентной ставки от банков америка считает что ставка будет снижена уже в сентябре и ранее об этом говорил и джипи морган мы придерживаемся такой же позиции австралийц против долларов друзья 0 69 96 австралийцу конечно же оказывает поддержка сейчас слабость доллара но не забывайте что это скажем временное явление потому что в конце концов трейдеры фокусируются на национальной статистике а здесь и снижение процентной ставки ожидание того что ставки будут снижаться и дальше сегодня несколько часов назад вышли данные по ввп годовой показатель снижение с 2 и 3 до 1 и 8 процента но тоже конечно же тот фон в результате которого австралийц должен безусловно терять доллар канадец 1 33 76 если вы раньше не присоединялись длинным позициям считайте что вот подарок судьбы вам занять сейчас длинных ордер то есть встать на покупку потому что сейчас та же самая логика что и с австралийцем с новозеландцем и а с евро и в принципе британской валюты доллар канаде снижается не из-за того что что-то поменялось в позиционировании по монетарной политике канада из-за слабости американского доллара но ситуация я уверен что очень скоро изменится и на фоне снижения цен на нефть мы снова летим выше отметки 1 35 евро против доллара 1 1261 отличные возможности для тех кто так же как и я ждет слабую точнее мягкую риторику а драги в предстоятель четверг продать все по очень высоким и комфортным уровнем если вы привыкли рисковать друзья ну можно попробовать подождать еще немного кто знает может быть пара евро доллар улетит про на отметке 1 12 90 и тогда потенциал профита будет еще более интересным драги будет говорить и про тейл-тейро и про слабую экономическую конъюнтуру и необходимость монетарном стимулировании тем более что вчера вышли данные а по инфляции базовый показатель который снизился до 0,8 процента все друзья это конец для любого позиционирования о жестком монетарном режиме им доказательство того что без мягкой политики и cb просто не справиться со задачами предполагающими необходимо сделать все чтобы стимулировать рост экономики и инфляции поэтому короткие позиции по евро сейчас возможно актуальный так как никогда на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания